На Кубе от Гаваны до Горс-Ера-Маэстро наблюдается одна и та же картина. Люди всех возрастов, забыв страх перед коронавирусом, идут по магазинам в поисках еды. Пандемия вызвала сбой в международной торговле, и Куба стала ещё больше страдать от нехватки продуктов. Люди отслеживают через интернет поступление товаров в магазины. Там, где был привоз, выстраиваются огромные очереди. Полиция пытается навести порядок, но дистанцию всё равно никто не соблюдает. «У нас тут всё очень и очень плохо. Нельзя винить в этом эмбарго, введённое США, поскольку такая ситуация была и до пандемии коронавируса. До эпидемии были такие же очереди и те же самые проблемы. Ситуация довольно сложная, потому что очереди везде. Продукты заканчиваются, многие скупают товары, чтобы их перепродать». Куба импортирует более 60% всех своих продовольственных товаров. Для их закупки нужна твёрдая валюта, но резервы страны пострадали. Из-за COVID-19 власти закрыли границы, и туристов пока нет. А туристическая отрасль приносила 25% всех валютных поступлений страны. Конечно, на Кубе есть сельское хозяйство, но фермеры не могут накормить всех. «Мы можем работать больше, чтобы увеличить урожай, но этого не хватит для всех. Можно продолжать трудиться больше. Но представьте, как нам тяжело». Нехватка продуктов на Кубе началась в 89-м году после распада Советского Союза. Ситуация ухудшилась, когда сократила помощь островному государству и социалистическая Венесуэла. К тому же прошлой осенью Дональд Трамп продлил ещё на год торговые санкции в отношении Кубы, поскольку её власти до сих пор не соблюдают политические свободы. Коронавирус распространяется в стране с 12 марта. За это время выявлено 457 случаев заражения. 12 человек умерли, 27 вылечились.